Интеллектуальная атмосфера царит уже в холле медиа-центра. Внимание участников турнира сразу обращено на лучшего безымянного гроссмейстера в мире. Этот робот не имеет аналогов. Он единственный, кто может единовременно сыграть блиц с тремя шахматистами. Пять лет назад это чудо технологии сразилось с Владимиром Крамником. Игра завершилась в ничью. А действующий чемпион мира Карл и вовсе отказался от интеллектуальной схватки. А вот для министра спорта Краснодарского края такой соперник стал равным. Как ни странно, но самым большим успехом металлический шахматист пользуется у детей. И 16 лучших юных гроссмейстеров Сочи принимает на этой же площадке. Впервые в рамках чемпионата мира проводится всероссийский турнир чемпионов среди победителей первенств мира и Европы. Шахматистам от 9 до 13 лет, но вкус победы они все хорошо знают и каждое поражение считают своим неумением играть на черно-белом поле. Моя ошибка была в том, что я не умею играть в шахматы. Больше у меня ошибки сейчас нет. У меня делал какие-то ходы. Каждый хуже, чем ход соперника. Поражение я принимаю, конечно. Но как сказать, настрой такой. Настрой был. Все очки. Теперь я одну проиграл. Оставшиеся. То есть буду каждую партию играть на победу, неважно с кем. Детский турнир состоит из семи туров. Каждая партия по четыре часа. Такое же количество времени и у знаменитых шахматистов. Борьба за звание чемпиона мира по шахматам в Сочи проходит впервые. Чемпионат мира по шахматам – это одно очень знаковое мероприятие, которое привлекает внимание всего мира. Естественно, что это еще и еще очередная реклама города Сочи. И, конечно, это очень здорово. Поэтому мы считаем, что все идет в правильном направлении. Здесь подготовлено все, чтобы было удобно и игрокам, и любителям шахмат, и, соответственно, всем желающим. Здесь работает и шахматная гостиная, помимо основного мероприятия. Здесь работают некоторые ивенты, которые направлены на развлечение зрителей. Поэтому мы, во-первых, приглашаем посетить это место. Это главный медиа-центр в Меретинской низменности. И, безусловно, соприкоснуться с этим мировым событием. Организаторы решили провести встречу кроссмейстеров в открытую. Шахматисты, не отделены стеклом. Символический первый ход в матче сделал помощник президента России Игорь Левитин. В ответ белой пешке Карлсон выбрал боевую защиту Грюнфельда. Первая партия завершилась ничью, но уже на второй день победу на 38-м ходу одержал норвежец. Счет стал полтора и полбалла, соответственно. Третья партия состоится 11 ноября. Это уже не первая очная встреча 15-16-кратных чемпионов мира. В прошлом году пальму первенства взял норвежец. Какой итог покажет сочинский матч, станет известно в последних числах ноября, когда один из игроков наберет 6,5 очков. Вообще, на борьбу за шахматную корону дается максимум 12 партий и при необходимости тайбрейк. Победителя помимо титула ждет уникальный шахматный набор стоимостью около 50 тысяч долларов от Анатолия Карпова. Фигурки сделаны из бивни мамонта и выполнены по эскизам на скальной живописи. Без подарка не останется и проигравший. Второму игроку также будет вручен набор шахмат-неваляшек, сделанных из ценных древесных пород.